ДИМА ПЛИЧКО У нас в гостях Гульнура Горлыева, студентка Брестского государственного университета имени Пушкина, которая приехала из далекого Туркменистана. И Юлия Драгун, заведующая сектора по работе с иностранными студентами Брестского государственного технического университета. Ну а первый вопрос будет вам, Гульнура. Скажите, что вообще у вас в Беларуси такого интересного, что вам понравилось, не понравилось? Ну вот впечатления расскажите свои, пожалуйста. Первые впечатления, конечно, были очень интересными. Страна интересная, город красивый, все необычно. Ощущение было бы кстати. Не скучали, не было как-то в первое время сразу ощущение, хочется поехать обратно, потому что как-то непривычно. Да, было такое. Скучала по дому, все-таки чужая страна. И помогли, хорошо помогли однокочники, учителян чувствовать себя как дома. А сколько лет вы уже здесь пробыли? Уже три года. Да. Ну вы же как привыкли к улочкам нашим, уже нет вообще ненавидности, когда вы ходите. Да, ко всему сразу привыкли, чувствуем себя уже как дома. Юлия, ну вот таких студентов, как Гульнура, в Брестском государственном университете имени Пушкина около 500, в Полесском университете и в Барановичском поменьше, ну в Барановичском 432 в принципе студента. У вас сколько таких студентов в техническом университете и из каких стран они приезжают? Потому что в основном это Туркменистан, Россия и Китай, насколько я знаю. У нас на сегодняшний день 300 студентов, чуть-чуть больше, 304 человека. Это из Китая и Туркменистана основная масса студентов, но у нас есть еще группа студентов из Нигерии. В этом году у нас приехали студенты из Ливана, Египта, Марокко, Ливия. Открыли экзотические такие страны. Да, экзотическое направление мы открыли в этом году. Прям как турбизнес. Россия присутствует, Казахстан, постсоветское пространство, Украина. Больший список. Да, но больше всего. Это Китай и Туркменистан. Их где-то половина на половину. И достаточно много. Ну вот я думаю, Гульнура подтвердит то, что я сейчас скажу. Да, у нас все же самое. И вообще в самом начале тяжело. Ну с каким-то трудностями. И скажите, как встречают иностранных студентов, как происходит вот это, вот они приезжают, вы куда-то их распределяете, там в общагу записываете документы. Какие основные вопросы будут возникать? Это студенты, которые приезжают первый раз на поступление, на первый курс или на подготовительное отделение. Мы стараемся их встречать в аэропорту. Они обычно приезжают группами. Встречаем, привозим в город Брест, расселяем их в общежитие. В комнатах у нас живут по два, по три человека, оболочная система. Затем идет процесс зачисления уже в университет. Это оформление регистрации, поступление в университет на первый курс или на подготовительное отделение, оформление регистрации. Ну и зачисление приказом, распределение по группам. Но очень много и вы помогаете им в этом месте, такого, что они сами приезжают. Их сопровождают всегда, либо это сотрудники международного отдела, либо иностранные студенты у нас закрепляются за куратором. Поэтому у них есть свой человек, который им будет помогать на протяжении всего пребывания на территории Республики Беларусь. Гульнара, вот у вас так было? Сколько у вас человек приехало? И как вот первую неделю, может быть, вспомнить свое пребывание? Да, у нас много было достаточно. Я даже количество не знаю. Нам тоже так же помогли документы выявлять, в больницу переходить. Всякие документы очень трудные. От международного отдела все показывают, помогают. Хорошо, давайте немного отвлечемся, посмотрим сюжет о фестивале с участием иностранных студентов, который недавно прошел в Баргу имени Пушкина. Для корейского студента Хван Джон Хва выступать на сцене не в новинку, но исполнить белорусскую песню он решался долго. В прошлом году, в конце декабря, я случайно слушал Купалинка, народные песни. Но, конечно, раньше тоже иногда не слушал. Но Хачель, эта песня для меня очень душа, очень глубокая это чувствовать. Это белорусская душа. Зажигательные танцы со сложной хореографией, национальные песни, КВНовские шутки. Кроме творческих способностей, студенты-иностранцы продемонстрировали свое ораторское мастерство и знание русского языка. Победители получили дипломы, но для студентов победа не главное. Мне это дает реализацию себя как личность творческая, дает отдохнуть от повседневных учебных будней, проявить себя в различных сферах, будь то спорт, наука, творчество, культура. Если честно, я не очень волновалась, потому что уже достаточно опыт имеется. Благодаря нашим преподавателям мы готовились, мы усердно готовились на этот раз. И я поняла, что человек должен всегда над собой работать, чтобы достичь одной цели. В Брестском педагогическом университете около 500 иностранных студентов из 15 стран мира. Первая попытка объединить их произошла 4 года назад, в 2012-м. Тогда и прошел первый фестиваль. Наш фестиваль иностранных студентов очень насыщен по своей программе. И с каждым годом, надо сказать, что их становится все больше и больше. Расширяются вообще какие-то жанры, виды новые и викторины. Это как интеллектуальные какие-то мероприятия, спортивные мероприятия. В этом фестивале иностранных студентов всегда принимают участие и белорусские студенты. И вот это идет так называемый не диалог, а уже полилог нескольких культур. Когда иностранные студенты обогащаются культурой белорусской, и мы что-то берем интересное с культуры других стран. Таким образом, каждый год фестиваль собирает под своим крылом эрудитов, спортсменов и просто творческих личностей, чтобы объединить их, независимо от места рождения и национальности. То есть, получается, вы даете проявить студентам свои таланты. И скажите, занимаются ли они какой-то активной деятельностью, общественной, именно в жизни университета? Да, у нас в университете есть студенческий клуб, где принимают участие не только белорусские студенты, но и иностранные студенты. Есть еще фестивали, которые проводятся на республиканском уровне, именно для иностранных студентов. Вот недавно это было в городе Горках, где был первый фестиваль творчества иностранных студентов. Там участвовали наши студенты из Нигерии. Далековато заехали они, да, в Горки, их тоже пришлось везти или как-то? Да, вместе с нашим руководителем они были в Горках на этом первом фестивале. Ну и как-то пытаетесь вместе делать так, чтобы они активно чем-то занимались вместе с нашими? Конечно, конечно. Помимо учебы, они практически всегда заняты какой-то активной деятельностью, поют в театральной студии. Они... Стихи пишут. Пишут, помню. Организуют праздники, которые на родине у них есть. Показывают свою культуру. Да. Хорошо, а вуль, да, вот скажите, как вы, может, принимаете деятельность? Да, у нас тоже ежегодно проводятся фестивали иностранных студентов, вот. Все участвуем, показываем нашу культуру, обмениваемся информацией о нашей стране и знакомимся с белорусской культурой, скорее всего. Что вот вам было интересно показать? Что вот такого есть в культуре Туркменистана? Что отличается, отличает ее от Белорусской культуры? Особенно национальная одежда, например. Национальные танцы, песни, это все сильно отличается, конечно же. Одежда... Специфическая такая тоже у вас, да, наружу? Да, тоже такая. Ну, хорошо, но не будем забывать и про учебу, то есть там общественная жизнь, это понятно. Вот, Гульнора, вы расскажите немного о своей специальности, почему вы ее выбрали, что вот на это повлияло и нравится ли вам учиться? Я учусь на факультете филологическом, специальность русско-английская на третьем курсе. Скорее всего, повлияло то, что тут учились наши родственники, сестра в первую очередь, она посоветовала то, что тут хорошее образование и по советам решила приехать и все получилось. Ну, было очень хорошо, говорите по-русски. Вы учили русский язык до того, как приехали сюда? Да, частично, то есть фундамент был, мама учительница русского языка у меня, легко было мне. Ну, и все знают, что сюда лучше без знаний не ехать русского языка, или вот лучше, то есть что-то, да, знание. Ну, мне кажется, почему, мне кажется, ну, можно попробовать с нуля тоже приехать, если, ну, вот, если бы, например, есть ли такие тоже коллеги, студенты у вас, которые не знали русский язык до того, чтобы приехать? Ну, все вот мои подруги тоже с нуля начинали, у них тоже все получилось, нам очень помогают учителя по этому вопросу, факультативные занятия. Ну, вот вы уже сама побывали учителем в школе, расскажите об этом опыте. То есть вы как бы получаете образование педагога, преподавателя, да? Была на практике, да, в 30-й школе, и я не пожалела то, что выбрала такую профессию, то, что сюда приехала, то есть методику, все, педагогику у нас хорошо преподают, поэтому я видела это все в практике, результат был хорошим. Все пригодилось, чему учили? Да, наши дети не вредные, они очень активные, все хотят учиться, нету таких, что не хотят, вот. Это очень похвально. Хорошо, Юлия, к вам будет вопрос. Чем отличается учеба иностранных студентов от наших студентов в плане учебный план какой-то, какие-то, может, по-другому занятия как-то составляются? Ну, первое отличие, это у них намного больше русского языка, то есть помимо какой-то основной программы, у них есть и дополнительные занятия по русскому языку. Даже для тех, кто приезжает, в принципе, с более-менее хорошим уровнем, да? Да, 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 это русский язык как иностранный у них идет, поэтому и в часах их больше, вот. Ну, у нас обучение проходит как на русском, так и на английском языке, поэтому английский язык будет, ну, то, что отличает. Интересно, это, получается, преподаватели какие-то тоже с очень хорошим уровнем английского преподают, естественно, да, эти предметы? Да, полная программа на английском языке. Какие больше пользуются популярностью, больше приезжают и учатся на русском или на английском? Ну, на английском это граждане из Нигерии у нас сейчас обучаются, остальные выбирают русский язык. Скажите, Гульнура, а вот сама нагрузка в учебе, насколько она давит на вас, что ли, насколько сложно учиться, занятость ваша? Да, учеба, конечно, иностранным гражданам особенно трудно удается, потому что многие еще не очень хорошо знают русский язык. Были трудности в грамматике у многих, но все это переодолимо, если есть желание. Желание, старание, и все получится. Хорошо, а я сейчас предлагаю посмотреть выпуск новостей, которые я подготовил, и немножко обсудим, что было после. Возможно, и у нас пора провести подобного рода мероприятия. Главное дома подушку не забыть. В Гонконге в субботу 2 апреля состоялись традиционные ежегодные бои подушками. В финансовом центре мегаполиса это развлечение устраивает уже седьмой год подряд. По словам организаторов, бои подушками, это прекрасная возможность дать насладиться жизнью своему внутреннему ребенку. Главное, подушку перед сном не надо будет сбивать. Сплошные плюсы. Возможно, после этого видео у вас появится фобия. Фобия провалиться под землю. На юге Китая, на дне небольшого озера, образовалась огромная дыра. На данный момент известно, что дыра погулять 25 тонн рыбы, а сумма ущерба в результате этого составила 75 тысяч долларов. Я впервые заметил, что уровень воды в моем водоеме упал в 4 утра. В 9 часов утра большая часть воды и вся моя рыба ушла, как будто водосточный колодец, рассказал местный фермер. Радует то, что в этот колодец провалилась только рыба, а не какой-то везучий рыбак. Сначала все эти летающие дроны были прикольными, снимали красивое видео и тому подобное. Но со временем все становится намного серьезнее. Команда конструкторов из Финляндии оснастила дрон бензопилой. В ходе испытаний, которые продемонстрированы в видеоролике, дрон успешно уничтожил сосульки, свисающие с крыши дома, распилил снеговика и срезал верхушку ели. Однако совершенно неожиданно потерпел крушение после столкновения с воздушными шарами. А после этого видео становится понятно, что появятся воздушные противодронные шарики. Всем известно, что собака друг человека. Так теперь еще и второй пилот. В ролике, выложенном в сеть YouTube, можно видеть, как собака управляет самолетом под команды тренера. Героем видео стала дворняга Shadow. Сообщается, что из 12 собак-участниц, подобранных специалистами шоу в приютах, к управлению летательными аппаратами на высоту были допущены и две другие – Регги и Альфи. Создатели шоу ставили перед собой задачи исследовать способности собак к обучению. Ну что ж, хватит новостей на сегодня. Возвращаемся обратно в студию. Ох, Маша, Маша, прямо жду, когда будет аэропорт для четвероногих друзей. Так еще и пилоты будут четвероногими. Так что ждем этого будущего. Да, очень интересно. Но университет университетом, но помимо этого есть еще весь город. Брест тоже наверняка человеку, который не отсюда, его интересно узнавать. Вот с какой стороны для вас открылся Брест? Ну, нравится ли вам вообще здесь? Да, мы полюбили этот город, потому что многое отличается от нашей столицы, от наших других городов. Особенно архитектура. Это старые европейские здания разные. И, конечно же, не забудем о Брестской крепости. Все это было интересно узнавать, историю изучать и все. Есть ли, может быть, какие-то места у вас любимые уже в Бресте? Вообще, чем можно заняться? Кафе, парки? Да, мы ходим, особенно спортом занимаемся. Есть в университете факультетивные занятия по физкультуре, волейбол, бассейн, плавание. Еще ходим в свободное время в водный дворец. Парки разные. То есть, в принципе, достаточно? Очень достаточно места для... Чтобы не дома сидеть. Да, чтобы не дома сидеть. И чтобы не учиться. Чтобы не учиться. Хорошо, а скажите, к чему до сих пор приходится привыкать в нашем городе? Я знаю, что, да, когда уезжают, например, там, скучают по сгущенке или там по сыркам. Вот гречка даже в некоторых странах нет. Вот чего-то такого вам здесь не хватает? Какого-то кусочка Туркменистана? Кусочка Туркменистана, да. Особенно дынь, арбузы. Эти все. Очень большого кусочка не хватает. Все-таки я не думала, что так сильно может это все отличаться, но есть такое, что отличается очень. Фрукты даже разные. Юля, вот приходилось ли с какими-то... Ну, приходили ли, плакались, может быть, жаловались студенты? Вот какие проблемы, может быть, были? Или они держат все в себе, не жалуются? Крепкие студенты. Ну, студенты к нам приходят по разным вопросам. Конечно, в период адаптации мы им очень помогаем. Это вот кураторская работа, как я уже говорила. Ну, и наш международный отдел, который помогает. Скучают, да. Но так как студентов уже у нас много, поэтому новые-новые студенты, они уже видят, что есть какие-то и друзья у них. И старые студенты очень нам помогают. Они как-то быстренько подхватывают и где-то даже их куда-то там заведут, покажут город, помогут медицинскую комиссию пройти. Поэтому тут уже, конечно, у нас надежда на... Ну, ты очень хорошо, не останешься один, приехав сюда. Ну, да, конечно, друзья. Да, это важно. Вот, например, да, вы находите друзей больше среди таких же студентов и иностранцев, как вы, или, в принципе, белорусские студенты, они открыты тоже к общению? Да, белорусские студенты тоже открыты. У меня есть много друзей. Иностранные тоже. У нас похожие ситуации, может. То есть все равно. А вот что думают брещане по поводу того, чем бы наш город мог бы удивить иностранца? Мы поинтересовались на улицах нашего города. Как вы считаете, чем Брест мог бы привлечь иностранцев к нам? Иностранцев к чьих? Вопрос интересный. Значит, первое, что необходимо для того, чтобы иностранцы к нам поехали, их надо пригласить. Здравствуйте. Скажите, как вы считаете, чем Брест мог бы привлечь в себе иностранцев? Велодорожками хорошими. Велодорожками хорошими. Так, что у нас еще тут такого интересного? Ну, вообще, город красивый, его красиво сделали. Какие-то достопримечательности, может быть, больше их распиарить как-то, наверное. Пуща, крепость. То есть достопримечательности. Ну, конечно. Бизнес-идеи какой-нибудь больше ничего. Чтобы сюда приезжали и бизнес-классы. Новый бизнес. На выгодных условиях. Я думаю, это архитектура современная и достопримечательности старинные. Ну, вроде все. То есть, по каким местам вы бы предложили им пройтись? Я бы предложила сходить в нашу Брестскую крепость, пройтись по Советской, так как очень красиво. Красиво и улица Гоголя фонари. Возможно, большей публичностью страны, большей открытостью страны, меньшим количеством сложностей, связанных с получением виз, пребыванием здесь. Но, с другой стороны, это же имеет оборотную сторону. Почему? Потому что, скажем, благодаря этому у нас достаточно спокойное, достаточно цивилизованное государство. Мест действительно много, куда можно сходить, можно познакомиться с новыми людьми. И, Гульнура, вот существовал ли когда-то у вас языковой барьер или какие-то другие барьеры? Например, может быть, что-то пришлось менять в макияже или в одежде, или это не было такого давления? Да, языкового барьера особенно у меня не было. А вот одежда, это у нас строгая страна, строгая нация. То есть, все в длинных платьях, волосы тоже все убрано. Ничего себе. Но мне особенно не пришлось менять это все, потому что у меня в семье не так уж строго было. Но я знаю многих ребят, которым пришлось менять гардероб в другой стране. Это можно назвать плюсом или минусом, что надо было менять? Это плюсом, скорее всего. Плюсом, что проще. Да, попробовать. Другие одежды можно надевать. И в макияже тоже самое. Если бы вы могли сейчас дать себе какой-то совет перед тем, как приезжали в Беларусь, какие бы вещи хотелось бы изменить? Или, может быть, взять что-то с собой? Или просто какой-то совет? Возможно, я бы себя заставила пойти в дополнительные курсы обучения языков, чтобы тут было легко сразу сдавать все. Какие вы даете советы тоже студентам до того, еще как они приехали в Беларусь? Что им надо знать? И какие, может быть, кому-то не стоит ехать? Какие критерии здесь? В первую очередь, чтобы у них была поставленная цель, это учеба. Ну и, конечно, совмещение с какой-то культурной программой, активной жизнью университета. Ну, учеба – это самое главное должно быть. Ну, вот можете еще немного поподробнее рассказать именно день за днем, в чем состоит работа международного сектора? Какие всплывают вопросы? Что вам приходится решать? У нас есть обращение иностранных студентов с целью поступления в наш университет. Скорее всего, это по электронной почте. Мы получаем какой-то запрос, общаемся с абитуриентами. Когда вопрос доходит до приезда уже на территорию Республики Беларусь, мы оформляем документы. С нашей стороны это должно быть приглашение на въезд в Республику Беларусь. А с их стороны это пакет документов для поступления. Когда это приглашение они получают, они могут подаваться на визу в своей стране и уже въезжать к нам в страну. Мы их встречаем обычно. И происходит процесс регистрации на территории Беларуси, чтобы они официально пребывали у нас в нашей стране. А вот теперь наоборот, наши студенты насколько активно ездят куда-то за рубеж и вообще знают ли о существовании каких-то программ на дне она? Насколько активно пользуются? У нас студенты все больше и больше. Во-первых, они активно изучают английский язык, иностранный язык, ну и немецкий тоже. Потому что у них есть возможности поехать в другие страны на семестр, на год по смежным специальностям. То есть, скорее всего, это будет та специальность, по которой они учатся у нас в университете. Вы сейчас, например, есть какие-то такие программы, на которые студенты могли бы податься и поехать куда-то? Да, сейчас это Турция. Все студенты нашего университета могут подать заявку на участие в этой программе. И они пробудут в Турции сколько, если пойдут? Один семестр. То есть, шесть месяцев, да? Пять месяцев. Слышно неплохо. Гульнура, а вы приехали на весь период обучения, да? Да. Каникулы бывают летом. Летом уже домой каникулы. Уже ждете, не дождетесь. Лучшее время. Уже окончание учебы не за горами. И что с вопросом о трудоустройстве? Куда поездить? Здесь останетесь, себе на родину? У меня однозначная цель поехать домой и учить детей своих в высокой дисциплине. Буду работать в школе, скорее всего, преподавателем этих языков русского и английского. Много будет чего рассказать им о том, как вы тут обучались. Да, им будет интересно. Будем надеяться. Хорошо, удачи вам во всем. Возможно, у нашей аудитории остались какие-то вопросы. Пускай они вам их зададут. У меня к вам вопрос. Мне интересно, есть ли обмен студентов, то есть белорусских студентов в Туркменистан? Если кто-то из белорусских студентов захочет учиться в Туркменистане на время, вот вы сказали, в этом году было в Турцию, а есть ли возможность попасть в Туркменистан? К сожалению, пока нет. Нет у нас с университетом заключенных договоров. Сейчас пользуются спросом европейские страны. Испания, Португалия, Франция, Польша. Ну, я думаю, что с Туркменистаном тоже будет. Есть ли такие вещи в белорусском менталитете, которые вас, может быть, смущают или которые вы не можете никак принять? Возможно, да. Но я уже приняла, были в начале, то есть короткие юбки, платья, короткие шорты. У нас это как бы считается стыдным. Но сейчас уже мы привыкли к этому, тоже сами пользуемся этим. Как вам белорусская кухня? Мне нравится белорусская кухня, особенно борщ, драники. Я себе научилась готовить все эти блюда у своих подруг-белорусок. Теперь буду пользоваться в Туркменистане этими рецептами. Гульнура, создается ли некий дискомфорт в плане общения? То есть как часто вы связываетесь со своими родителями, скучаете ли вы сильно по ним? Да, были всякие проблемы со связью. То есть у нас в Туркменистане интернет сейчас уже хорошо работает, но первые года не работал интернет. И связываться было трудно. Можно было даже, хотели даже по почте отправить письмо, тоже не получилось. Но со временем мы привыкли. Сейчас уже все хорошо со связью. Общаемся по телефону почти каждый день. Поэтому сейчас же проблем нет. Есть ли у вас иностранные студенты, которые после окончания обучения оставались здесь в Белоруссии? Почти все студенты уезжают на родину. Но есть несколько человек, которые оставались здесь, устраивались на работу и до сих пор работают здесь. Количество иностранных студентов, ежегодно выезжающих для получения образования за рубеж, в мире достигает 5 миллионов человек. Брестские учебные заведения не отстают и принимают в свои стенах десятки студентов. И тенденция показывает, что их количество будет только увеличиваться. Это не может не радовать. Ну а мы с вами встретимся в следующий раз и поговорим о чем-то не менее интересном. Всем пока и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok